Микита тут со своим аппаратом выскочил Смотри, в одном доме по разным угам и за нас у людей худо видно 4 человека и все поврошены 4 человека и все поврошены У нас только заходят людей, которые участвуют в городе У нас приехало, зовите в городе Смотрю вот на занятия Занятия так у Антона и Анна Мы двое с бородами все безбородные Даже этого не могут сделать Совершенно в городе никакого подчинения не имеют Зонову пришли Зонову пришли Зонову с бородой Кроликов с бородой Игнатов с бородой Вячеслав Скачев с бородой Евгений Травко с бородой Вот и тут еще двое Астахов И этот Как его помилю сейчас посмотри Димитрий кажется звать его Иван И Сергеев все почти с бородами Рустам пришел, скрылся Мир всем Мир всем Вячеслав Скачев И Зонову И Зонову И Зонову Вячеслав Скачев И Зонову полимся зоновый микрофон выключите царю небесный утешителю души истинным ниже бездетствий и вся исполняяй сокровища благих и жизнеподателю приди силийся вны и очистены от всяких скверных господи молим тебя благослови наши занятия не допусти нам не добавить не убавить от того от всего того что ты заповедал нам исполнить благодарим тебя за то что даровал нам священное писание толкование своих отцов сохрани нас любви согласия единомыслия по слову твоему хвала тебе честь и поклонение отец сын и святой дух аминь христос посреди нас так маленькое объявление вопросы задавайте кратко в течение 30 секунд кто будет превышать регламент я буду отключать значит первый час вопросы по тексту вторые полчаса вернее последние полчаса после часа любые вопросы надежда васильна микрофон выключите каждый раз одно и то же говорят вот просьба регламент не нарушать так итак книга откровение 18 глава 4 5 стихи услышал я иной голос с неба говорящий выйди от нее народ мой чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее ибо грехи ее дошли до неба и бог воспоминал неправды ее толкование после ангельской вести о падении вавилона блудницы услышал иоанн иной голос с неба говорящий о том кому принадлежал этот голос можно судить из сказанных им слов христианам народ мой из этого обращения видно что говорит никто иной как сам господь иисус христос ибо только он а не ангел или еще кто имеет право называть христиан народом своим чему же призывает христос чад своих выйди от нее от вавилона блудницы народ мой и сделать это надо непременно по двум причинам первое чтобы не участвовать вам в грехах ее толкованием положение в этом великом городе будет таково что невозможно будет жить самому себе необходимо будет обязательно участвовать в греховной общественной жизни города не имея печати антихриста невозможно будет ни купить ни продать что-либо не участвовать в чем-либо возможно возможность возникновения такого общества подготавливается уже теперь мы видим что человек все менее и менее предоставлен себе все менее он имеет возможность сам определить свою жизнь человек член определенного общества и может жить только сообразуясь с понятиями и нравами и обычаями этого общества причем со временем все более причем со временем все более растет обязательность участия каждого человека в грехах общества ложно и обманчиво мысль быть участником греховного общества но не участвовать в его грехах такой мысль у лукавые завлекает простодушных свои сети правильный выход может быть только один цитирую выйди от нее народ мой до самых последних времен христиане еще будут жить в великом городе вавилоне в нем был проливаться их кровь за исповедание веры 15 глава 6 стих но настанет момент когда уже невозможно будет оставаться в городе не участие не участвуя в его грехах и верные христу оставят его вторая причина выхода из вавилона блудницы цитирую чтобы не подвергнуться язвам ее господь накажет город греха и разврата но он не желает вместе с нечастливыми погубить и праведных как некогда был выведен праведный лот семейством из города преданного осуждению так будут выведены праведные из вавилона имеющего погибнуть верхний завет предлагает нам и другие подобия так моисей цитирует сказал обществу отойдите от шатров нечестивых соседей сих скорее дафана и верона и не прикасайтесь ни к чему что принадлежит им чтобы не погибнуть вам вместе во грехах их числа 19 26 или вот другое сравнение когда вывел моисей народ из страны встретение богу и стали у подошвы горы вот 19 17 чтобы вступить в завет с богом через пророков исаи и иеремию призывал господь свой народ выйти из халдейского вавилона цитирую выходите из вавилона бегите от халдеев пророк исаи 48 20 еще цитата идите 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 выходите оттуда не касайтесь нечистого выходите из среды его очистите себя носящие сосуды господни ибо вы выйдите не торопливо и не побежите потому что впереди вас пойдет господь и бог израилев будет стражем позади вас прописая 52 глава 1 бегите из среды вавилона и уходите из халдейской земли и будьте как козлы впереди стадо овец иеремия 58 бегите из среды вавилона и спасайте каждой душу свою чтобы не погибнуть от беззакония его выходи из среды его народ мой и спасайте каждой душу свою от пламенного гнева господа рог иеремия 51 глава 6 45 так и в кончину века прозвучит глаз господа выйди от нее народ мой и выйдут верные из вавилона а нечестиво останутся в своем нечестии и внезапно постигнет их пагуба интересно еще немного остановиться на излюбленном сектантском употреблении этих слов цитирую выйди от нее народ мой сектанты и раскольники самых разных толков образуют разные сообщества под лозунгами в основу которых положены эти слова реформатором шестого века показалось что католическая церковь блудница и они возглавляют выход из нее народа божия как они какими каким они себя считают но вот и образовавшиеся протестантские общества кажутся уже блудницами и снова выходит народ пуритане баптисты методисты но вот и они уже не то и выходят адвентисты яговисты передесятники совершенники под этим же лозунгом происходят расколы внутри сект например выход в кавычках братских менонитов от церковных 1860 год или недавний начало 1960 годов выход баптистов инициативников от евангельских христиан баптистов и этому выходу народа божия есть конца любят при этом еще приводить слова апостола павла не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными ибо такое общение праведности с беззаконием и потому выйдите из среды их и отделитесь говорит господь и не прикасайтесь к нечистому 2 коринфянам 6 глава 14 17 стихи здесь мы имеем явный пример злоупотребления писанием во всем писании нет ни одного слова хотя косвенно призывающего к церковному расколу и выходу из мирской церкви и воссозданию духовной наоборот писание ясно учит что одно тело церковь и один дух один господь одна вера одно крещение церковь это единая церковь вечно и врата ада не одолеют ее евангелие монфея 16 глава 18 стих ни одно место писания о выходе не говорит о выходе из церкви ни ветхозаветной ни новозаветной выйти народ божий призывается из гибнущих городов Содома и Гамора из Египта от святотатцев Корея из Халдейского Вилона от неверующих идолов поклонников из антихристова города Вавилона но нигде из церкви об отделяющихся же от церковного единства ясно говорит Господь цитирую ветх не может приносить плоды сама собою если не будет на лозе так и вы если не будете во мне кто не прибудет во мне извергнется вон как ветвь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают по ангелия и а апостол апостол и а апостол так пишет о них цитирую они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то оставались бы с нами первое послание Ивана 2 глава 19 строители вавилона хотели построить себе башню высотой до небес книга бытия 19 глава 4 стих это им не удалось но им удалось воздвигнуть башню грехов достигшую неба от древних строителей вавилона и досуг антихристовых бог как бы все терпел неправда нечестивых царств всех семи наконец бог воспомянул неправды ее неправды вавилона цитирую потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков иеремия 51 9 кончилось долготерпение божие настало время праведного гнева и суда вопросы так евтушенко сергей выйти из вавилона последних времен что значит выйти из него в духовном смысле буквальном или то и другое и тихоныч вам слово в первую очередь то что уже растолковано самим писанием выйти из города но не из церкви более подробно чем в этом толковании я бы нигде не находил больше но духовно можно это понимать точно так же но не из церкви а из духовного своего состояния ты находишься в какой-то приходе не общины общин почти нету о чем с тоской всегда говорит патриарх кирилл общин то нету религиозной организации и ты находишься в мире но выйди из этого мирского состояния не участвуй в грехах то есть то что вокруг тебя люди делают ну ты посмотри внимательно ходят в церковь священник запрещает проповедовать запрещает но это атмосфера уже общего такая его поддерживают а ты выйди из этого состояния никуда не выходя из церкви переломи обстановку начинай проповедовать если у тебя будет этот опыт то господь обязательно я по-другому не встречал будут последователи слушали меня будут слушать и вас гнали меня будут гнать и вас вот сегодня выходит такая же душа и ну видно ревностная прямо огнем горит но одна одна и книги она выписала считает и я говорю для меня это печаль ну почему к себе домой то не приглашаете ну вот да вот начни открой двери дома двери сердца не бойся что половики там замарают убери их с полу и начинайте я скинул из третьего тома открытым оком материал называется пособие по изучению евангелия от марка от марка подробно все я выделил там красным светом на какие слова обратить внимание как бы еще то же самое но расширил пока ничего не известно мы сегодня говорили если этого нет ты остаешься один ну а как тогда ты знаешь состояние священника пригласите его на занятия хотя вас будет двое или трое куда приглашать когда двоих нету он будет против я тебе заранее скажу практически все священники против тогда ты скажи мы будем заниматься а я не благословляю да нам твое благословение не нужно Бог благословил что ты ты не свое благословение хочешь знать Божье а Божье уже дано вот пошли проповедовать а я не благословляю священники не благословляю батюшка превысил полномочия мне совершенно не нужны твои благословения благословил Господь Иисус Христос ты можешь только благословить о том чтобы нас дорогой не побили аппарат у нас не вырвали из рук не сломали Вот об этом речь-то идет И глядишь, священник раз, другой И он задумается Он увидит, что эти люди никуда не ушли Они ему помогают Он обязательно увидит, надо участвовать и в делах, которые там делают Я не говорю строительство храмов Они не нужны никому эти храмы И тогда у тебя будет уже остальное Складываться в голове Вот сегодня я там вам доказывал Пять признаков, какой этот город Вавилон Пять Я взял только пять, а их там еще больше О которых прямо говорится Что на многих водах Воды это народы Ну где большие народы были, как здесь Сколько посчитай нации-то где-то Так это надо думать, что еще не все И ни один этот признак Не относится ни к кому, как к Москве Больше ни к кому Вот из Москвы-то побегут А мы их тут принимать будем, потеряем куда здесь Так что Бояться этого не надо Я все время прошу Господи Пошли добрых жителей С детьми Знающими тебя Любящими уставы твои Это в один день Может все наполнится А Москва, она не отдаст Свой руль никому И там действительно Все собралось Ну, может быть Греха маленько поменьше, чем в Киеве Только что так Потому что Все ереси оттуда идут сюда Вот ответ весь Так, ну а буквально Это тоже можно понять, чтобы из Москвы Уезжать, да? Это буквально первое Второе Из духовного состояния Никуда из церкви не выходя Зачем выходить? Вот мы находились в церкви здесь Покровский собор Мы никуда не уходили Мы образовали целая группа Восьмидесятые годы Еще до крушения советской власти Не в один день И нас они клеймили Это секта златоустовца Придумали какое А потом все это переломилось А мы не старались помочь Где-то что-то работает там И молва пошла совсем другая Бабушкам кому-то дрова испилить Снег с крыши скидать Ухаживать за кем-то Ты говори, делай И чтоб тебя было видно И в конце концов Обстановка изменилась Изменилась и стали ставить пример Вот и все Тебе что до этого там Пример, не пример Ты делай свое дело С радостью, с ревностью И мы прямо около храма останавливались Вот Игорь Третьяков разговаривали там А в это время одна подошла И а кто вы такие Чернявская так подошла Александра Ивановна А через нее звери вот это пришла Друг другу стали передавать Что сейчас нам посложнее Идут занятия в университете Тогда шли Да в разных А сейчас только в интернете Мы нигде больше не ведем занятия Потому что везде закрыли Закрыли Москва дала указания И всем, кому дано было разрешение Выпроводили Нам уже ходатайство Даже ректора не помогло Здания все принадлежат Москве Вот какое дело-то Ну и все Ну а мы ничего не потеряли Там было два занятия А у нас здесь три занятия Да еще В храме тут четвертое идет Мало людей Ну пока силу набирает Благодарим за ответ Сушенко Сергей благодарит Откровение 18 глава 6-7 стих Воздайте ей так Как и она воздала вам И вдвое воздайте ей По делам ее В чаши В которой она Приготовляла вам вино Приготовьте ей Двое Сколько славилась Она и роскошествовала Столько воздайте ей Мучений И горести Ибо она говорит В сердце своем Сижу царицею Я не вдова И не увижу горести Толкование Господь призывает Воздаяние на город Будницу Но к кому он обращается Совершить это воздаяние Решить трудно Либо он обращается К неповинным Чтобы они наказали Своих мучителей Либо это обращение К наказующим ангелам Которые принимают обиды Причиненные своим Сарабам Христианам Как причиненные Самим себе Либо это обращение К десяти царям Которые цитирую Возненавидят блудницу И разорят ее И обнажат И плоть ее съедят И сожгут ее В огне 17 глава 16 стих У меня вот вопрос Походу Возник Сожгут ее Понятно Москва горела А вот плоть ее съедят Как это понимать Игнатий А плоть это что Для человека В чем находится ее душа Внешняя Все что есть На что опирается Плоть Тоже еще Состоит кости Жилы Этим он называет Сочленение все Все что сейчас есть Какие телефонные связи Подземные коммуникации Все чем сегодня Это Москва кищится Метро это все Будет разрушено Вывес ответ Плоть ее сожгут И пожрут Ничего нигде не будет Она будет Как труп Как пишет этот Максимилиан Волошин И как падаль Вытащили на площадь Россию Падаль То есть лошадь сдохла Ее вытащили Коршуны клюют ее И плоть ее От чего она состоит Плоть Это внешнее Что видим Все будет разрушено Ну а буквально Что там Собаки Трупы будут поедать Или вороны Там клевать Там же Ну здания сгорят Но и люди Там наверное Какие то там Вот как раз Собак Сегодня говорят Что убивать то не надо Они нужны будут Пожрать трупы И люди Сами готовят Для себя Поэтому сейчас И закон такой Что запрещающий Отстрел собак Это все для этого В Москве Это программа Отлов Стерилизация Возврат То есть она Запрещено убивать Это приравнивается Даже статью Уголовную придумали Вот Наверное вот это Так и будет Все сходится Главное Пишут Что эта программа Провалилась Что она Покусов Убийств Собаками Прям много А вот они Плоти и жрут Этих нечестивцев А те Защитники Говорят Это Собаки Только плохих Людей едят Вы их не трогайте Они Вы их не убивайте В чем-то Они и правы Конечно Господи Прости Наказание Соразмерно С преступлением Воздайте Ей Так Как и она Воздала Вам В этом Божественная Справедливость Которая Все-таки В конце Концов Победит И никто Не может Сказать Что наказан Более Нежели Заслужил Как и никто Не сможет Избежать Возмездия За то Что совершил Греховного А Сугубом Воздаянии За грех Говорит И Ветхий Завет Цитирую Кого Обвинят Судьи Тот Заплатит Ближнему Своему Вдвое Исход 22.9 Как же Это Согласовать Со справедливость Да Именно Этого И требует Справедливость Как здесь Сказано И вдвое Воздайте Ей По делам Ее Истинный Суд По делам И должен Воздать Сугубом Объясним На примерах Вор Украл У человека 100 рублей Только ли На 100 рублей Он нанес Ущерб Пострадавшим Нет Человек Не просто Потерял 100 рублей Но весьма Расстроился И огорчился Ему Необходимо Было Купить Вещь Которую Он Долго Искал И вот Наконец Предоставилась Возможность Если Ему Если ему Потом Возместят 100 рублей То он Все равно Уже Не сможет Обрести То что Хотел А из-за Этого Он лишается Всего Что мог бы Приобрести Благодаря Той вещи Таким Образом Действительный Ущерб Гораздо Более 100 рублей Или Убийца Виноват Ли Он Только В прекращении Жизни Убитого Разве Он Не Виноват Еще В слезах И безутешном Горе Матери Убитого В Седине Отца В Безысходном Горе Жены Оставшейся Вдовой Разве Не Виноват Перед Детьми Вырастающими Без Отца Или Человек Солгавшей Матери Разве Он Виноват Только В том Что Сказал Неправду Разве Не Усугубляется Его Грех Тем Что Неправда Сказана Матери Давшей Ему Жизнь Скормившая И Воспитавшей Его Разве Он Искупит Вину Одним Только Тем Что Скажет Ей Потом Правду И Так О Всяком Грехе Виновность Преступника Больше Его Преступного Дела Потому В двойном Воздаянии По делам Заключается Неформальная Но Истинная Справедливость Далее Далее Указывается Конкретная Вина Города Низ Вино Блудодеяния Которым Город Напаял Как Из Чаши Все Народы Пре Превращается В двойное Количество Вина Гнева Божия Которое Приготавливается Теперь Этому Городу Об этом Так Пишет Пророк Авваку Горе Тебе Который Подаешь Ближнему Твоему Питье С примесью Срамоты Его Ты Пресытился Стыдом Вместо Славы Пей же И ты И Показывай Срамоту Обратиться И к тебе Чаша Десницы Господней И Посрамление На Славу Твою Рок Аввакум 2 глава 15-16 На слова Приготовьте Ей Вдвое Андрей Кисаринский Дает Несколько Объяснений Или Потому Что Грешники Будут Наказаны И в Этой Жизни И в Будущей Или Потому Что Мучимы Будут И Душа И Тело Или Потому Что Грех Наказывается Не только Внешним Мучением Но Более Внутренним Заключающимся Совести Далее Еще Иным Образом Небесный Голос Господа Поясняет Меру Наказания Городу Сколько Было Славы И Роскоши Которыми Город Прельщал Все Народы Столько Воздадут Ему Мучений И Горести Как Высоко Взлетишь Так Низко Упадешь В Ослеплении Самообольщении И Безумной Гордости Она Говорит Сержу Своем Сижу Царицею Я Не Вдова И Не Увижу Горести Это Как Псалмопевец Давид Описывает Я Говорил В Благоденстве Моем Не Поколеблюсь Вовек Солом 29 7 О Пророк Афоне О Ниневе И так Цитирую Вот Чем Будет Город Торжествующий Живущий Беспечно Говорящий Сердце Своем Я И Нет Иного Кроме Меня Как Он Стал Развален Моговищем Для Зверей Всякий Проходящий Мимо Него Посвищет И Махнет Рукою Роксофония 2 15 Так же Будет И с Великим Вавилоном Это еще Похоже На того Богатого Человека В притче Господней Который Говорит Себе Душа Много Добра Лежит У тебя На Многие Годы Спокойся Ешь Пей Веселись Но Бог Сказал Ему Безумный Сию Ночь Душу Твою Возьму У тебя Кому Жи Достанется То Что Ты Заготовил Евангелие От Руки 12 Глава 19 20 Гордая Блудница Видит Себя Царицей А Не Вдовой И Говорит Что Не Увидит Горести О Как Быстро И Резко Все Изменится Вопросы Вот у меня вопрос Цитировали Сейчас от пророка Аввакума Так Вторая глава 15-16 стих Горе тебе Который Подаешь Ближнему Твоему Питье С примесью Срамоты Его Что за примесь Срамоты И Где Она В чем Выражается Еще Дальше И Присытился Стыдом Вместо Славы Пей же И ты Показывай Срамоту Немножко Недопонимаю В чем Она Она Ничего Не Оторвала Ничего Она Только Схватилась Чтобы Помочь Мужу И Как Сурово Закон Гласил Ей Руку Отсекали И Больше Она Рукой Не Могла Ничего Где Ее Взять Срамота Это Постыдные Дела Какие Есть И Человек Как будто Призывает К Доброму Ну Возьмет Любые Сектанты Еретики Выходят Ну Как Вот Там Иконы Были У нас Нету Там Вот Поп Обдирал Людей А у Нас Все Равные То Как будто Хорошо А Примешивать Ерес Срамоты Наготы То Что У них Нету Ни Богослужения Настоящего Ни Литургии Ни Таинства Срамота Они Голые У них Ничего Нету Их Вера Как Оглобля На ней Ни Одной Веточки Нету Потому Что Все Что Они Делают Вне Церкви Подробно Об этом Говорит Киприян Карпагинский Даже Если Еретик Сектант Умирает Как бы За Христа Это Ему Немало Не Поможет И Их Крещение Есть Осквернение А Не Омытие И Они Не Признают Что В Крещении Прощение Грехов Хотя Прямо Об этом Сказано И Давая Как бы Доброе Изучать Священное Писание Они Примешивают Свою Срамоту Наготу Чтобы Он Был Такой А кто Такие Священники Где Сказано Они Священниками Не Называются Ну И Пресетера Первосвященник Если Я ему Доказываю Он Ничего Не Понимает Почему Отнято Все Он Не Понимает Что Он Уже Находится В Гиенне Умом Своим Он Выпал Из корабля Церковь Это корабль Ковчег Он Из него Вывалился И Они Напишкивают Недавно Человек Обратился И Задает Вопросы Ну Явно Такие Я знаю Людей Больше Полвека Еретиками Якшаюсь Ну И Начинает Ну Откуда Это Известно Что Суббота Должна Переменена Быть На Воскресенье Я говорю А вы Случайно Не встречались Так Называется Свидетели Иеговы Правильно Сказать Свидетели Сторожной Башни Да Нет Я не знаю Маленько Погодя Ну А почему Можете Доказать Что Христос Есть Бог Ну Это Все Их Вопросы Что Обманывать Хочешь Маленько Опять Нет Нет Я не Встречался Не знаю Ну Книжку Читал Все Вопросы Ты Задаешь Тех Которые Они Блевотину Свою Срамоту Эту Наготу Показывают Что У них Ничего Нет А почему Когда Только Один Ходатай А вы Богородицы Молитесь И святым Я говорю Ты сам До этого Дошел Ну Не можешь Ты дойти До этого Сам Потому что До этого Доходили Столетиями Ну В конце Сознается Да Я был У них Не нравится Ну Лож Подошел Еще и Лжет И поэтому Вроде бы Доброе Дело Лютер Начал А когда Дальше Посмотришь Срамота Одна Он Размонашился Монах Ну Как Это Богу Давал Обещание Обольстил Монашку И Нажил Шестерых Детей Ну Что Это Ни в какие Ворота Не лезут Что Срам Блуда Как будто Зовет К добру А Сам В блуде Живет Изменник Измена Богу Он Обещался Доброе Дело Перевел Библию На немецкий Язык Это Вообще Замечательный Высшая Похвала А дальше Еще началось Мюнстер Там идет Все Сразу Восстание Убивать Дворян И прочее И этот Мартин Лютер Начал Проклинать Его Иудеев Уничтожать Против Иудеев У него Здорово Сказано Синагоги Сжигать Книги Отбирать Сжигать А Начинали По Хорошему И Чем Это Все Кончилось И Вот Кто Нигде Встречается И уже Видишь Он Совсем Не тот Бороду Сразу Сбрил Срамату Нагота Вот она Нагота Уже И здесь Голая Ничего Нет Женщина Там Подстрижена Юбки Настоящие Нет Уже В брюки Залезла Галстук Масонский Надел Всю Срамоту На себя Насыпил Я им показываю Ты внешне Даже Посмотри На кого Ты похож Ты 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 Таким Не был А это Ничего Не значит Бог Не творил Ты Веришь Что Самый Совершенный Человек С большой Буквы Иисус Христос С бородой Был С бородой Ну Что Он Не пошел Поклоняться Филистимлянам А здесь Боролся Во храме И сгонял Он Никуда Не сказал Что я Разрушит А на него Лгали Он говорит Вы разрушите Грехами Своими А я В три дня Содержду Его То есть Они Души Людей Вытрясли Из тел Голодом Держали Он говорит А я Создам То есть Тело Мое Разрушите Вот Это Срамота И есть То Что делает Нагим Подними Подол Переходя Ручей Чтобы видна Была Срамота Наготы Твоей Это В откровении Говорится Купи у меня Одежду Там И елей Чтобы не Видна Была Срамота Наготы Твоей Человек Голый Голый Король А Пыжится Что-то Хочет Сказать А что У него Есть А ничего Нет Вот Некоторые Я спрашиваю На тебя Сегодня Вопрос Задал В течение Года Кто-нибудь Нападал В интернете Где-то Ну Прямо Скажи Кто нападал На тебя Кто Тебя Материл Я никогда Не знал Что Когда посылают Да пошел Ты на Три буквы И оказывается Сочленений Разных На этот матерок Больше Ста Кажется 103 или 104 Система их высчитывает И в запасники Кладет А мне говорит Там лежит Какая-то пахость Посмотри Вот какое дело Я попросил Никиту Посмотреть Сколько на меня Нападали Материли Которых я Заблокировал 3500 Вообразить 3500 Это два полка Полк Полк 2000 человек Два полка На мне задействовал Не убоюсь Если полк Восстанет На меня Давид говорит Мы не на равной Говорим Тебя никто не трепет Ну сиди спокойно Ну чтобы 3500 объединились Против одного человека Это что-то значит Это говорит о том Что Минимум Как Даже вдвое взять 7000 человек Которые Рады и молятся И благодарят Бога Что мы вышли Что выставили 9300 роликов Сегодня у меня Интересна Цифра Просмотров 11 миллионов 111 тысяч И сто Шесть троек Вот этого интересно Вот так Это срамота Спасибо Христос Слава Христу Откровение 18 глава 8 стих Зато в один день Придут на нее Казни Смерть И плач И голод И будет Сожжена Огнем Потому что Силен Господь Бог Судящий Ее Толкование Много лет Кичливо Город Красовал Со своей Роскошью И самонадеянно Уверял Что не Увидит Горести Трепетали Перед ним Все народы И вот В один день Все это Рухнуло Под ударами Могучей Десницы Господа Царица Нечаявшая Себя Видеть Вдовой Под царем Мужем Можно разуметь Антихриста Объявившего Себя Богом Вдруг Оказалась Блудницей Преступницей Ведомой На казнь Далее Перечисляются Четыре Казни Которые Будут Посланы На город Первое Смерть Которая Совершенно Опустошит Прежде Столь Многолюдный Город И Превратит Его В Мировое Кладбище Второе Плач Горько Рыдающийся На улицах Прежде Оглашаемых Безумной Музыкой Смехом Беспечно Живущих Людей Третье Голод Который Сменит Изобилие В бывшем Торговом Центре Мира Четвертое И финал Всех Бедствий Будет Сожжена Огнем Как и ранее Было Сказано Что Десять Царей Сожгут Ее В огне Вся краса Царицы Обратится В пепел И руины Так Будет Наказана Превозносившая Себя Великая Блудница Потому Что Силен Господь Бог Судящий Ее Когда Не забывает Человек Что Силен Бог Имеющий Судить Тебя Когда Ты Будешь Тебя Чувствовать Наиболее Прочно В Один День Ты Потеряешь Все Ничего Не утверждая Предположительно Ход Событий Мы можем Себе Представить Так Под Знаменем Вавилона Столицы Северного Народа Собирается Множество Народов Мира Они Вместе С народами Царей Восточных Переходят Высохший Ефрат И идут Войной На Израиль Где В великой Битве Армагеддон Находят Себе Могилу Так Пожирает Их Антихрист Воседающий В Иерусалимском Храме А Десять Царей Верных Антихристу Идут На город Вавилон И Уничтожают Его Дотла И Когда Поднимется Дым От огня Уничтожившего Вавилон То Восплачут Люди О Гибели Великого Города Особым Мистическим Ужасом Веет От катастроф Уничтожающих Великие Цивилизации История Знает Такие События Как Гибель Первого Мира В годах Всемирного Потопа Как Разрушение Иерусалима Навык Удену Сором 587 Год До Рождества Христова А позднее Римлян Римлянами 70 Год По Рождеству Христового Как Гибель Помпеи От Извержения Вулкана Везувия 79 Год Как Падение Рима 476 Год И Падение Константинополя Константинополя 1415 1963 Год Как Атомные Грибы Над Хиросимой И Нагасаки 1945 Год Все Это Как Бы Содрогание Вулкана Который Всю Силу Своего Извержения Обрушит На Вавилон Антихристово Царство Далее Иоанн Описывает Плач Над Вавилоном И 9 10 Плач Царей Стих 11 17 Плач Торговцев Стих 17 19 Плач Мореплавателей И Своеобразным Заключительным Аккордом Этого Плача Станет Ликование Небес Стих 20 Вопросы Вопросы Откровение 18 Глава 9 10 И 20 Горе Тебе Великий Город Вавилон Город Крепкий Ибо в один час пришел стук твой. Когда они видели город в огне, сердце трепетало и не верило. Неужели город действительно сгорит? Неужели великий царственный Вавилон может спасть? Разве не навечно утвердился этот город? Ну вот, огонь прогорел, и увидели царит дым от пожара. Все кончено. Города нет. Только дым от черных руин печально поднимается вверх, прообразуя дым мучения огня Гиенского, который будет восходить во веки веков. 14 глава 1. И тогда вас плачут и возродают о ней в городе блудницы цари земные. Это не те десять царей, что совершат суд над блудницей. Те не будут скорбеть о гибели города, которые ненавидели и сами уничтожили. Это цари земные, блудодействовавшие и раскошествовавшие с нею. И вот время их безумного разврата, сладострасти и роскоши кончилось. Они страшатся подойти к гибнущему городу, сами боясь погибнуть, но только восплачут и возродают, стоя издали от страха мучения ее. И как над покойником будут причитать цари, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, надменная крепость города превратилась в дым. Ни с кем царям больше блудодействовать и раскошествовать. Поняли они, что кончилось их время. В один час, сейчас нам уже совсем нетрудно и буквально представить себе гибель великого города в столь краткое время. То есть быстро и незамедлительно пришел в суд твой Вавилон. Скоро, скоро и час нашего куда? Вопрос. Вокровение 18.11 И купцы земные восплачут, возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Толкование. С мировым городом была тесно связана мировая торговля. И вот через падение Вавилона нарушается торговый баланс по всему миру. Не о разрушении города, не о гибели людей, но о том, что товаров их никто уже не покупает. Восплачут и возрыдают купцы земные. Глаза. Сухие при виде чужого горя и своих грехов внезапно прослезятся от того, что никому уже не нужны больше их товары. Вот люди, для которых серебро и прибыль успешно заменяют сердце и совесть. А пока купцы поняли одно, что успешная торговля кончилась, впереди банкротство, а то и нищета. Сступает мировой экономический кризис. Вопросы? Ну вот кто-то мысль такую подал, что антихрист уже пришел, и вот нельзя уже не продавать, никого покупать, потому что санкции. У санкций все, и нет торговли, вот уже и все готово. И главное против Москвы санкции. То есть Москва не может покупать. А здесь говорится, что московские купцы-то восплачут, что их товары никто не будет покупать, товары москвичные. Ну или там наоборот, какая в принципе разница? Вот эта подготовка, наверное, уже идет, или это никак не относится? Как вы, Игнат Тихонич, думаете? А вот задумывайся об этом. Я сегодня говорил, какие признаки говорят, что Москва, которые никому больше не относятся. Что если на семи холмах, горах, то тут два города, Оман и Вашингтон. Дальше. Стали говорить, где столько крови пролито, там кровь святых найдена. Нигде. Речь идет о миллионах. 66 миллионов. Город это и государство, которое ему подчиняется. Дальше мы стали разбирать. Тайна. Нигде такого секрета не было, железный занавес. Ну ни Вашингтона же, нигде не было это. И везде секретарь, секретарша, секретарь. Секреты и тайна, это одно и то же слово. Далее богатство. Богатство не просто богатство, о котором обогатились все. Ну вспомните, республики когда были. Хуже русских-то никто не жил-то. И это нужно признать. Но самое-то главное, когда второй Рим пал, а Рим это Вавилон, это однозначно говорят, а их три теперь Рима, никакое государство, 1453 год, пало Византия, русские сразу же подхватили. Мы третий Рим. уже, ну считай, что 600 с лишним лет, 600 лет, и они все время долбят и долбят, чтобы никто не посягал на это. Мы, мы, мы третий Рим. Но не знаешь, что про Рим-то, какое окончание-то его, вот оно где. Вот, называют Москва, но это, да, Москва была, попробовали перебросить Шаба, а теперь столица Санкт-Петербург не получится, он вернется обратно к Москве. Так и получилось. И сделал, кто самый главный враг веры, это Вилл, Вилл, Владимир Ильич Ленин. Вилл. Прямо так и говорит про Роха Риме, это там 51-я глава. И Вилл сокрушен будет. Вилл. Ну считай, первоназначен, В и Л. Тут ничего нет. А у него около 100 разных птицинонимов было, и старик, и все, остановился на Ленина. А Ленин это дядя там был у Лены. Теперь уже все это обнаружили где-то. И будет это? Да, это будет. Рим. Теперь мы, мы, третий Рим, мы, русские мы. Вот он и пришел. Не получилось с Санкт-Петербургом. Вернули опять в Москву. Почему? Она должна быть. Теперь решили тут разделять и столицу перенести в Новосибирске. Сколько тут муссировали. Ну бесполезно это говорить. И она, Москва, она, она женского рода. Даже русским, чтобы было понятно. Она блудница. И самое-то главное, вино блудодеяние, мерзость в чаше. Ни у какого государства вина-то никакого нету. Живи, грабь. Ну если-то там нацизм, он для себя. А это вино, вино обольстительнейшее вино. Как пьяные были. Везде насаждали третий интернационал. Во все страны везли, везли, везли эту заразу. И учили. Научный марксизм, ленинизм, и нигде его нету. Человек произошел от обезьян. Обезьянам не новато, что человек выродился. И дальше-то. Никакого царства небесного нет. Живи, бери, грабь награблена. Это учение. Вот показывает восхождение Гитлер, восхождение звезды. Ну и там тоже они революции хотели. И там, когда этот Рэм ходил и пристреливал их, они разгромили их там. Почему? В одном месте не прошла. Но все равно вернулась к этому. Сейчас вот за Грудинина там, Грудино, кто голосовать, агитирует. Сегодня газету даже принесли. Кто? Коммунисты выставляют его. То есть они не унимаются никак. Мерзость это вино. Это мерзость учения. Учения марксизма и ленинизма. В Америке какое учение? Нету никакого учения. Там вообще нету. У фашистов было учение нацизм. Но какое это учение? Это превосходство одной нации над другими. А это именно учение. Устав был. Партия была. Не было никогда этого такого. И при том, как один любое задание выполнит, воюет хорошо и жить будут плохо. Самая богатая страна и самые бедные люди. Ну все до единого пункта. Их около десяти пунктов и они сходятся только на одном городе. И вы уверены-то тут если нет, значит все это на Блаши ничего не написано. А если написано правильно, ты примени к какому городу? Какой город, чтобы называл себя Третьим Римом? Только Москва. Только. Шесть столетий ни один человек на это не посягнул. Я еще доказываю-то. Очевиднейшая истина. Открой литературу, посмотри, посчитай. Вот и все. Откровение 18 глава 12. Одна минута седьмого. Так, да, вопросы? Есть вопрос, Игнатий Тихонович. На рождественской службе в храме Христа Спасителя были католики. Есть церковные запреты, правила святых отцов, где четко говорится, что молиться с еретиками даже дома нельзя. Почему тогда на божественной литургии присутствовали католические кардиналы? Ведь они не имеют права входить в храм Божий. Сначала нужно определиться, кто еретики. Где, какое правило их признало еретиками. Еретиками. Вот вопрос-то какой. А под слово еретик, как у старобрядцев, попадаем мы. Мы попадаем. Они с нами на одном поле даже не сядут. Так что сильно-то возноситься не приходится. Они не присутствовали, что-то внесли. Нет. Никак. А они еретики. Это вот ересь на каждом шагу у нас на бытовом уровне встречается. Везде. Начнешь говорить столько басен, столько прибавуток, ничего не знают люди где-то. Вот это ересь. Еретики действительно есть. Главное это не признание Иисуса Христа истинным Богом. Не признание учения Святой Троицы. На это ушло шесть столетий. Шесть столетий мечи гремели. Установили. Дальше иконоборчество возникло. А потом уже все это монофилиты, монофизиты пошли. Это еретики, которых церковь признала еретиками. А какое правило? Когда их признавало? Это 1054 год, когда разделение произошло при патриархе Фотии. Никаких решений не было. Русская православная зарубежная церковь, с которой сейчас такие отношения близкие, она уже сейчас соединилась. Я переписку вел с митрополитом Виталием Устиновым. Это у них предстоятель, как называют. И он говорит, мы стоим на грани того, что объявить московскую патриархию, московскую патриархию безблагодатной, не только еретической. Так что нам то сильно тут возноситься не приходится. Решения никакого не было. Не было. должно решение быть там наверху собраться, собор или кто-то. Так что отвечайте не на что. там Марина. Марина. Игнатий Тихонович, я хотела сказать вообще не по теме, я хотела прокомментировать те события, которые у нас произошли на том занятии. Я хочу высказать свое мнение. Так как я считаю себя христианкой, просто я не могу промолчать. То есть вот в Святом Писании пишется, что горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали уже пророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, всякому прятящему. У тебя, давай. Ну, вы знаете, дорогие братья, то есть я не понимаю вообще вот занятия у нас проходят или какой-то бабий базар. Постоянные вот эти вот оскорбления, то есть унижение друг друга, то есть каждая вот моя клеточка, да, просто содрогается от того услышанного, что здесь вообще проходит на занятиях. Вот Игорь Добунов значит говорит, что если я его правильно, конечно, поняла, может быть он больше присутствовал с Игнатем Тихонович, но он говорит, что в течение, значит, 15 лет он был рядом в обоих с Игнатием Тихоновичем в университете на всех занятиях, да, значит, ну и будучи с таким наставником и руководителем духовным, значит, как, значит, ну не мог научиться такой мудрости у своего наставника, да, ну где же тогда смирение и кроты, с которыми учит нас Господь, да, чему же мы ну можем научиться, если будучи не имеем сами этого, и о какой, ну и о каком исследовании себя можно говорить, о какой заботливости души человеческой можем мы говорить вообще, и будучи учить каких-то других людей, которые, допустим, приходят вот на этот сайт, если мы считаем себя учениками Христовыми, так мы должны и отличаться, наверное, от всех других, так сейчас, Володя, Марина, остановись, чтобы вас не выключили, вы, говорят, вопросы задавать, а вы начинаете проповедовать, я говорю, я говорю, не вопросы задавать, я хочу выставить свое мнение по поводу, вот говоришь о смирении, послушай, я предложение не кончил, ты слышишь по интонации, я предложение говорю, ты тоже вырезаешься, начинаешь, где накротость смирения-то? Мы говорим, что у нас занятия были, ну, скажем, 25 лет, только в одном университете 18 лет, речь идет о тысячах слушателей, и у нас никогда не было, ни разу, никогда, чтобы вот так кто-то встал и начал говорить, а вот куда, как, где, почему? На вопрос не больше полминуты, вопрос на бумаге, и человек сел и получает полный ответ, выше этого ответа нету, почему? Это, что говорит Святая Библия, выбирается все, что говорят святые отцы, что говорят каноны, что говорят жития святых, опираться на эти четыре пункта, сегодня никто нигде никогда не отвечает, никто, ни у Осипа, никто. Хорошо. Так, сейчас опять прерываешь, где смирение, вот о чем говорила, сначала приобрети его, поэтому не учи, как женщина, а задала вопрос, вопрос задала, вложись, полминуты вложись, чтобы тебя больше не останавливали, я больше останавливать не буду. Хорошо, тогда у меня два таких вопроса, какая цель, значит, и любовь, значит, выслушивает или нет? Два вопроса маленьких, падки. Ответ-то уже знаешь, вопросов зря задаешь, тут ничего нету, тайны никакой, значит, задавая так, в таком виде вопрос, вы заранее знаете, что ответ у вас известен, я его отвечать не буду, чтобы у вас не отнять ваше первородство. Вопросы по писанию, самое-то главное, а не то, что заметил в ком-то и сказал не так, да ты мудрый, ты хороший, и ты спокойный, и ты тихий. Самым тихим голосом Сталин разговаривал и 66 миллионов сдернул на виселицу. Самый тихий был. Вот и все. Поэтому смотри, я не говорю о бревнах, о лесопилке в своих глазах, но вот Сергей Павлович, который ведет у нас занятия, ему дали собаку подремонтировать, она совсем не слушается-то. И он там ее как воспитывает, а я-то занимался, не просто занимался, я в уголовном розыске дрессировщик собак-то. Но я с одной возился, и он ее там, собаку вот ударил, его как только не называли, в какую клетку с шипами посадить, его там разнесли в дребезги. Я молчал, но все-таки я сказал, скажите, вы дрессировщики, которые нападаете-то, Сергей Павлович, на которого нападаете, он узнал, что одна женщина, у которой муж был Павел, он развелся, и на память оставил сына и собаку. А собака не нужна, ее только сдать и усыпить, то есть умертвить. Не вешать, а там укол дадут, он умертвит. Но Сергей ее взял. Сергей. Она ничего не понимала, срок учебы упущен был. Сергей Павлович, это настоящий кинолог, высокого класса. Из этой собаки, он сделал, мировую собаку. Она проехала с нами, на благовестие, как ни одна собака, на создание мира не ездила, и как охраняла. И вернувшись на состязаниях, она заняла первое место по Сибири, а из второй поездки вернулась, сделалась чемпионом России. И женщины, которые там говорили, скажите, вот вы нападали, а на него многие нападали. Скажите, вы можете выдрестировать свою собаку, чтобы она хотя бы пятое место заняла? Нет, конечно. Поэтому это надо учитывать. Нападая на Сергея Павловича, вы показываете немощь. Повторяю, слова Леонова-артиста. Вы потому такие, говорят, злые, что вы слабые. А если ты сильный был, ты одно слово сказал, и печать стоит. Так и здесь. Человек, на которого нападают здесь, я-то живу, если рядом, и через стенку, мы бы сотни раз подсапались с ним. А ведь я вторгался во многое. Он тут неправильно, где-то там, я говорил. И он был не такой. Теперь это уже, многое уже позади. Так что перенеси немного. Ударят по щеке. Вот считаю, что он ударил. Других требований пока не предъявляй. Он может показать, что сделал, где свидетельствовал. Каких людей направил. Ну вот так, как Сергей Павлович. Видите, это надо все учитывать. Да, он невоздержан. Да, Все понятно. Мы здесь не сидим. Мы с ним разговариваем. Я вот читаю церковный журнал. Вот пример один. Церковный журнал Алтайская миссия. И там выступают эти семинаристы. Я одного выделил, как он говорит, посмотрел. Вадим Щепергов. Вадим Щепергов. Я его не знаю, не встречал. Я говорю, а в воскресенье семинаристы в соборе бывают. Я отложил книги, там трехтомник, и сказал, пойдите и подарите. А, Игорь сразу, чего не хватало, буду я там искать. Я сказал, пойдите и подарите. И рядом Володя находится. Володя, бери в руки. Иди. Игорь мгновенно сообразился. Нет, я сам дам. Я сам дам. Понятно? Я бы мог его никак спокойно. Мне главная задача выделить этого человека и отблагодарить. И он у меня попал в молитву, и я молюсь с тех пор каждый день за Вадима. За Вадим. Однажды я сказал, говорю, что-то давно о нем не слышно. Вышел на улицу, а он идет с женой. Пять лет, допустим, мы его не видели. В этот день я заговорил, и он появился в другом городе. Он приехал, чтобы по молитве моей встать на пути у меня поприветствовать друг друга. Надо уметь терпеть. Терпеливый. Как Кутузов говорил, отсидеться, ждать уметь. И не надо было Бородинского сражения. Вот здесь сейчас согласитесь, двое или трое, молиться за Игоря. И тут какие были генопадки. Это были там еретики, прям по-настоящему еретики. А он умел осадить. Остальные промолчали. Господь будет судить пожар, если бы холоден или горяч. Но он не теплый. Вы должны четко сказать, Игорь не теплый. А мы вот так. Мне тоже нелегко было с ним. А сейчас ничего у нас нигде нет. Не возникает даже. У него огромное знание. Но он им неправильно не пользуется. Незнакомого человека в прошлый раз пришел нам благородный человек Борис Семенович. И он, не знаю, его тоже как бы напал на него. Я не одобряю это дело. Я выбираю момент долго. Приноравлюсь, с какой стороны зайти и ударить. А если я ударил, он долго за ухо будет держаться. Вот и все. Я понял. Вы говорите правильно, но не в верной форме. Пусть кто-то другой скажет. Спаси, Тристос, вас. Омница моя. Так, давайте, ничего не скрывайте. Какие вопросы есть? Не личного характера, а такое, что вам необходимо знать и что-то подправить. Коротко, полминуты. Регламент установлен. Полминуты вопрос. У меня такой вопрос, Игнатий Тихонович. Как слышно меня? К микрофону поближе. Понял. Плохо слышно. Я отключил видео. Я видео отключил, чтобы лучше было слышно. Ну, давай, говори. У меня такое наблюдение сложилось при чтении и толковании на предыдущие стихи. Есть такая поговорка в народе о том, что грешника наказывают руками грешника. Получается так, что Вавилон, ну, образно понимаем, Москва, была атакована десятью князями, царями, во главе которых стоит Антихрист. Так получается, да? К видимому, да. Но не святые же пойдут на войну. Святым убивать нельзя. Два дракона, вот как в свое время было, коммунизм и фашизм, два дракона дрались, так и здесь примерно нужно будет. Игнать Тихович, правильно я понимаю? Правильно. Это предисловие книги Исфирь. Когда Мардахей видел два змея, дракона, сцепились и дрались. А это кто? Мардахей и Аман названы змеями. Ничего нет. Так и здесь. Через кого Бог накажет, это не столь важно. С какой стороны ракеты прилетят. Но что одновременно со всех сторон по согласованию там НАТО запустят, одновременно на Москву, если запустят, они 500 атомных бомб под нее даже праха не останется. А остановить это никак нельзя уже. Все. Ладонь не подставишь. Никакие купола не помогут. Ну и вполне логично, что после такого Армагеддона будет и стихийное бедствие, и нарушение экологии, и голод, и все остальное. Так что действительно людям будет нечего есть. И будет у них выбор. или поклониться сатане этому царю десяти царей, или же принять и принять начертание сатаны, или же православным людям стоять на путь исповедничества и мученичества. Такое наблюдение у меня. Отошел. Вы ответ дали, я тут ничего не могу добавить. Правильное разумение. В ущельях скал где-то останутся люди. Факт тот, что причастие литургия будет до конца. Где она? Там маленькая кучка какая-то людей. Почему? Сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Он, Христос. Вот это одно место в Библии, которое говорит, несмотря на все репрессии, голод, страсти, природные условия изменятся, церковь будет на земле. Минимум, минимум, может, самый минимум. Но ни один, ни два человека. Чуть больше. Так что вовремя к Потеряевке подтягивайтесь. Принято! Давайте вопросы. Вот знаете, вопросы задают. Это мы считаем 2.38-2.36 Деяния апостолов. Что нам делать, мужи, братья? Это главный вопрос. А что делать? Вот Чернышевский писал книгу «Что делать?» У русских всегда этот вопрос. Что делать? Вопрос стоит «Делать или не делать?» Вот один вопрос. А когда узнаем «Что делать?» Конкретно. Надо видеть, где порушено. И надо видеть эти недостатки. Мы когда считаем пророка Иеремию, Господь говорит «Я поставил тебя разрушать, уничтожать, перечисляет сколько, а потом, говорит, и насаждать. Но сначала нужно все это убрать. И на этом участке пахота будет новая, целина. Распашите новины. Новины – это целина. Целина. Ну что? Не слышно, наверное? Отключились вы. Двое остались, да? И остальные-то не знаю, слышат, нет? Слышат. Вот говорит Писание «Распашите новины». Вот у нас есть у Шолохова книга такая вышла. Она называется «Поднятая целина». Кто знает английский язык, переводите, как это будет? Я не случайно задаю, что мы поняли, потому что нас касается. Поднятая целина. Переведите по-английски. Два слова. Название книги Михаила Александровича Шолохова. Ну-ка, Анастасия Ривка, грамотная девушка. Я без английского. А кто английским-то владеет? Фроликов? Никита Андреевич. Мир вам, братья. Это аромат Фроликов. Я думаю, целина – это земля, лэнд, а поднятая, как бы, разбуженная, wake up. Не земля, а целина. Целина. Земля – это… Целина? Ну, так написано, поднятая целина. Ну, земля, целина, как бы, по-английски. Не просто земля, а целик, распахать. Вот, когда поднимали, они все… Целинники приехали. Целинники. То есть, никогда вовек не паханая земля была распахана. Целина. Какой перевод, когда даже по-русски не знаешь это? Не годишься. Ну-ка, Никита Андреевич. Молчок. Он ищет. Он ищет. Ну, ладно, для себя имейте. Это очень близко, имеет значение к Богородице. Вот куда они привели. Вот такое дело-то. Присно Дева Мария. Сколько мыслей дает, только одно название. Я занимался языками, и когда это увидел, удивился очень. Нужно уметь, ну, глобально мыслить. А теперь пророк говорит, распашите на вину. Вас разве это не касается? Никто не задает вопроса. Распашите на вину. В каком-то вы храме находитесь. Там не пахано, священник не учит. Это одни только деньги, мамона. А ты начинай распахивать эту целину. Нетронутая. Они знают. А это, что они знают, это очень легко выколотить. Установить авторитет священного писания. Начните с нуля работать. У вас будут тысячи врагов и тысячи последователей. Ну и вот и... А то вопросов, главное, нету. Как так? Что, парализовало дух? Начинать работать надо, иначе поздно будет. А то ничего не сделаешь. У меня один ответ. А еще ничего и не делали. А начни, глядишь, и получится. Вон, Игнатов Сергей Егорович приехал домой. Стал ходить к священникам, там говорить. Они не очень-то его поддерживают. И главное, звонил, звонить уже, они не хотят отвечать. Другие мне отвечают точно так же. Та же история. А ты себе скажи, это солина, нетронутая. Вот хорошо, теперь я борозду буду пролагать уже как сам, а не как там это извелюжили, пьяные трактористы. Я прямую борозду буду прокладывать и сеять настоящую пшеницу, не при дороге. Ну возьми это на себя, и ты поймешь, какой это труд. У меня враги, одни собрались, и меня судят, сидят. Один и говорит, да, мы сильно вас судили. Но кто-то сказал, а мы можем создать общину? Они говорят, общину. Все согласились, никогда никто не создаст. Это община. Здесь нужен не один талант. Иоанн Златоуз говорит, чтобы обратить человека, то есть распахать цереной, человеку нужны тысячи талантов. Ни два, ни три, тысячи. А чтобы, когда он уверует, покрестить, кто будет крестить? Ему не надо ни одного таланта. Достаточно быть рукоположенным. И произнести слова, крещается раб Божий, Сергей, во имя Отца, аминь, во имя Сына, аминь, во имя Духа Святого, аминь. Все. Ни одного таланта не требуется. Я это говорил при крещении, священники так множество состоят. Но какой талант? Вот у нас, кто пришел, это все через занятия, через интернет, познакомились, или в университетах. Сколько людей уже умерло, которые отошли. И живое слово, живое слово, слово евангельское. Вот сегодня вышел на меня человек, но я еще не ответил ему. А вот даоцитам, конфуцианство, а там еще даже такое и лучше, чем в Библии написано. Я начал отмечать. Пускай. Вы рассуждаете так. А верите, что есть за гробом жизнь? Один вопрос. А если есть, ты грешник. Я буду говорить откровение Божие. А раз ты грешник, тебе нужна не какая-то программа жизни, а спаситель. А такой только один, Христос. Был написан роман с Чингизом Айтматовым. Это Киргизис. Он герой социалистического труда был Плаха. И главный герой был семинарист. Там аристарх какой-то. А его спросили в литературной газете. Вы сами-то магометанин. А почему героем взяли христианина? Он говорит, Магомет сделал много и хорошего. И помогал. Но умер, говорит, за грехи только Христос. А то отвечает, мусульманин. Писатель с громким именем. Его и за рубежом везде печатали. И они это понимают. Я однажды беседовал в кругу мулы. Мулы, это как совещание священников. Там, может, и имамы были, я не знаю. Имамы, это как епископы по-нашему. И договорились. Некоторые вернулись только что недавно из хаджа. Это крестного хода своего. По-своему. В Мекке были, в Медине. И говорят, что если будет Иса, Сын Мария, судить нас, горе нам будет. То есть Иисус, Сын Мария. Мы говорим, именно Он и будет судить. И перед Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Начинаю работать. У тебя есть там, мусульмане? Не трожь, не произноси. У меня три слова табу. Это Мухаммад, то есть Магомед. Я не произношу. Коран и Аллах. Вот три слова, которые вообще не произношу. Когда с мусульманами встречаюсь. Я послан проповедовать Евангелие всей твари, а не опровергать то, что опровергается. Очень хорошо их опровергал святой священно-мученик Даниил Сысоев. Не надо никакой канонизации ждать. Он святой. С редким талантом. Он разбирал это все, ему было дано. Я его никак не сужу, но я подхожу совершенно по-другому. Меня Бог послал свидетельствовать. И я это проверил на тюрьмах, на лагере, где только пришлось быть. Я прямо говорю о Христе. А что, говорить с толкованием? Нет, сначала скажи о Христе. Прочитай Евангелие. И Бог так делал, что у меня с собой было везде Евангелие. Везде. Там я ультиматумом даже пользовался. Следователь сказал, пока у меня не будет на столе лежать новый завет в псалтырию, больше ни одного слова от меня не услышите. А он походил по кабинету. А почему в прошлый раз вас арестовали, вы говорили? Я уже не разговариваю. Ну, он постоял, делать нечего. Увели в камеру. А на следующий день он пришел, уже новый завет в псалтырию мне принес. А там жена его моя подталкивала, чтобы отнес. Вот и все. Дай хлеб мне. А что делать? Вот на допрос водила одна женщина. Просто ее ненавидели все заключенные. Эльза Кох. Та, которая у фашистов в лагере там издевалась, опыт и делала. И она меня повела. А я заранее приготовил материал, кусочек ей написал праздники. Она с удовольствием взяла. Обратно идем, я ей говорю, следователь мне передал чеснок. Можно ли пронести? Она говорит, разговора нет, пожалуйста. Теперь, когда бы она меня не вела, мы только разговаривали, потихоньку идем, и я ей многое сказал. И она меня никогда не обыскивала. Мне нужно было лекарство, орехи там с медом от сердца. Даже разговора нету. А она для меня как родная сестра стала. Для одного. Для всех она была Эльза Кох. Вот и весь ответ. А у меня никаких шансов не было, рычагов никаких нету. Одно чувство любви к человеку. Так что любовь проверяется в трудных обстоятельствах. Вот я вам даю ответ. Начинайте работать. И тогда вы будете очень снисходительны к другим. И вы увидите, я повторяю, три с половиной тысячи мне пришлось выкинуть в мусор. С матерками, с матерками страшными каждый день. Вот позавчера в один день 85 человек на меня бросилось. 85 в один день. Ну, на равных мы. На меня не то, что щеки, то у меня уже кости раздробленные. Ему обратить в другую. Ничего, я радуюсь и благодарю Бога. И из этих людей кто-то когда-то придет к Богу. Быть может, не знаю. Три с половиной тысячи, два полка. Почему? Бог избрал. Избрал, и своим меня гнали, будут гнать и вас. Ничего. Я жалею. Этих людей ничего нет. На самые красивые ролики нападают. Где-то мы с детьми занимаемся. Поносят ужасно. Это компания идет. Компания направленная. И в большинстве компания от священнослужителей православной церкви. Вот. И я не говорю не ходите, а наоборот посылаю всех людей. Как выступил доктор Богословия Бочков, говорит, на Игнатия нападает. По-разному принимает его. Но что тысячи людей пришли в патриархию, в церковь-то? Это мы со счетов-то не можем сбросить. Вот весь ответ. А я не знаю, не считал. Просто я молюсь и говорю. Говорю согласно того, что мне Бог дал. А нет, я никогда не касаюсь, никогда не спорил с католиками. Никогда. Это церковь. Церковь со множеством заблуждений, может быть, и ереси там прилипли. А у нас своих хватает. Надо быть более всего критичным к самому себе. Я делюсь опытом просто. Не только на вопрос отвечаю. Начинайте все работать. Просто работать так, чтобы рядом кто-либо попытайтесь. Может, что-то получится. слушаю. Вопросы? Что ли разошлись, если никого нет? Есть вопрос, если можно. Ну, Ващислав, миленький, давай. Да, я вот тут беседую с одним человеком интересным. Он мессианский еврей. И я его спросил, оказывается, он признает Иисуса Христа единым истинным Богом, равным Отцу и Святому Духу. Как с ними беседовать? Я думал, что они не признают, что ему тогда не хватает. Получается, ему нужно в церковь прийти, в истинную. Как беседовать с ним? Как с ним беседовать? А может быть, и беседовать не надо? Первый вопрос вы не задали мне. Надо ли с ним беседовать? Узнайте сначала, где он причащается. Один вопрос. Очень аккуратно спросите. И узнайте, кто епископ. Имеет ли он связь с православием? Вот узнать сначала надо. А потом уже вопрос ставить конкретно. А как воевать, когда я не знаю? Воевать надо или объятия ему распростертое показать? Иди, дорогой брат. Если он признает, что Иисус есть Бог, и не хео цареградский символ, да о чем беседовать? Нам только радовать и песни петь. Я спрашивал по поводу Испири, это священство. Он говорит, что у них свои есть рэбы и диаконы. Я ему задал вопрос по поводу положения. Это название рэбы. Рэбы это рэви. Это означает учитель. Еще тут запретного нет. А кто им поставлен? Может быть, Иерусалимский патриарх. Иерусалимский патриарх. А от него епископы там есть. Но если там никого нету, то это никто не... Никто еретики просто и все. Это еретики самые стопроцентные будут. Я не знаю, я просто говорю, если. Если у них нет рукоположен оттуда, кому нет, где, как выделено. Ну, что можно сказать, когда не знаешь. Должны быть епископы и священники, которые могут совершать таинство. Священник может все таинства совершать, кроме одного. Он не может другого сделать священником. Рукополагать. А епископы и священник одинаково у них благодать. ни больше, ни меньше. Ну, что? Все, наверное. 31 минута. Сергей-то не ушел у нас? Да нет, я здесь. Ну, все. Призывай к молитве. И еще у меня одна просьба к посетителям наших занятий. Рассмотрите свои аватары. У нас христианам принято вместо себе, ну, как, это же ваша аватара, должна быть ваша фотография, ваша фамилия, ваше имя. Подумайте над этим. Молим. Павлович, а моя фотография там нормальная, нет? у кого? А у тебя сейчас видео, я не знаю. Ну-ка, отключи видео, я посмотрю. Видео свое, отключи, я увижу фотографию. Скажу тебе. А у меня какая фотография? Тоже хочу посмотреть. Давайте. Сергей, я видео отключу. Вот так вот фотография. Ох, у меня-то хорошая какая. А в шапке, наверное, там. Зима как раз, как раз подходящий. Ну, где он это, Сергей-то? Я бы потерял. Ну, вот сейчас у него фотография появилась. Ну, и какая? Бородой. Ну, с бородой. Да, вы, натова, да, свое лицо Сергей. Такое же, как на видео. Нормально. Все, входит. Вот у нас тут какие-то все собрались. Я гляжу, вот как отошел. Почти все мужчины с бородами. Видите, можно же заниматься и как-то маленько шлифовать. Помолимся. Достойно есть якова истину, блажите я, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, честнейшую Херубим, и славнейшую без сравнения серафим, безыстления Бога славородшую, сущую Богородицу, и овеличая. Отец наш небесный, наш Создатель и любящий пастырь, Ты намногое открыл через святых мужей Твоих. Ты даровал нам святую веру в Тебя и дал нам познать, что такое православие. Хвала Тебе. Милостивый Создатель, найди наших родственников, близких и дальних, которые не познали Тебя. И дару мир Израилю и Иерусалиму, России, Сирии, Украине, где война идет. И научи насценить это мирное время, как быстро и внезапно это все кончится. Тебе, Господи, хвала за Твое долготерпение и милосердие и в этом дне. Слава Тебе, счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. А можно сказать тому человеку, который только что за мессианских евреев спрашивал, где он есть или он вышел? Я здесь, я хотел бы услышать, да. Вот, в общем, в мессианских евреях самый главный стул, на котором они вообще стоят, это календарь. То есть тут не все принимают Христа как Бога, но в основном они принимают Христа как Бога, но главное, на чем они стоят, это календарь. Если вы, ну, этот календарь как бы убрать, то все остальное рушится и человек остается без ничего. Так что, если как бы вы хотите общаться, то вам нужно вопрос календаря исследовать, как они это понимают и вообще в чем проблема. В смысле, календарь у них это не григорианский, что ли, или как? Нет, они строятся на еврейском календаре, который талмудический, но они, дело в том, что они не знают, что он талмудический, они считают, что это библейский календарь, по которому Господь говорил праздновать праздники в Ветхом Завете, хотя это не так, потому что если вы будете об этом общаться с настоящим раввином, который знает, о чем вы говорите, то вы как бы увидите, что они так же считают, как и христиане, что календарь это условное дело, то есть просто дату выбрали, чтобы весь народ праздновал в один день, то есть независимо от того, ты в каком городе живешь и так далее. А мессианские евреи, они очень невежественны в этом вопросе. Они думают, что это библейский календарь, и они упорно доказывают, что это воля Божия, и если человек по нему не живет, значит он язычник, и все, языческий календарь, языческие праздники, Рождество в день солнца, и воскресенье это тоже, Сандэй это день солнца, в общем, все наперекосяк, все в календаре. А где бы мне найти такой ресурс, чтобы изучить этот вопрос? Я даже не знаю, было видео хорошее, про календари вообще можно поискать в Ютубе, может видео какие-то. Ну и праздники, конечно, что праздники исполнились в Новом Завете, они так как бы не считают. Ну вот они как-то вообще держатся ветхого, они все, ну на Ветхове они все. Но там все очень-очень как бы не так просто, это сейчас вам так просто сказать, что они там заблуждаются и так далее. Но там, понимаете, проблема в том, что все построено именно на Писании, не просто на то, что человек так сказал, а именно на Писании, что вот Господь сказал «Вечное установление». А если это установление вечное, то оно вечное, Господь не может отменить Своих слов. Значит, мы должны праздновать праздники, значит, мы должны обрезываться и так далее. Ну а я бы сказал, Левитов тоже Господь навечно поставил, а потом избрал новых, написанного в Исаии, что Он будет избирать. И священство поменялось. Ну и где вечно-то? И ещё вот тоже такой интересный момент, что в халатам Павел говорит, что «я 13 лет не был в Иерусалиме». Вот это им нужно говорить, что Павел сам не ходил в храм 13 лет на праздник. А Господь говорит вечное постановление три раза в год, весь мужеский пол обязан быть в Иерусалиме. А Павел не был, получается, он нарушал всё. Этот вопрос их ставит в тупик. Они сразу начинают говорить, что это неправильный перевод или вообще всё такое. Ну да, он постоянно приводит мне другой. Я ему, например, ссылку Писания даю, он тут же даёт ту же самую ссылку Писания в переводе, ну, в их переводе там еврейском. И их толкование сразу мне кидает читать. То есть он не очень-то признаёт наш синодальный перевод. Да, это проблема. Тогда нужно это со стороны иудаизма тоже брать. Они вообще нигде, понимаете, они… Даже я говорю, давайте разговаривать со стороны иудаизма. Говорю, в Торе Всевышний поставил людей, написано, судей, которым, если будет тебе что-то непонятно, ты придёшь и сделай в точности, как он скажет тебе. Я говорю, вы верите в это? Ну да, говорю, ну, евреи тоже в это верят. Но проблема в том, что когда они были в Вавилонском плене, они потеряли вот это рукоположение, которое от Моисея. То есть Моисей рукоположил Иисуса Навина, и дальше так идёт цепочка, которую они ждут, что восстановит Мессия Машех. А он пришёл-то и восстановил это рукоположение, которое мы сегодня имеем, как бы, епископов и пресвитеров. А евреи ждут, когда придёт и восстановит. И они как бы раввины, но они не имеют Духа Святого, чтобы учить так, как должны учить. А мессианские евреи тоже об этом не знают. Потому с ними ни с какой стороны нельзя говорить. Ни со стороны иудаизма, по Талмуду и так далее. Ни со стороны христианства. В общем, никак невозможно. Заблокировала сатана. Да. Никак не подступиться прям. Ну, спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Я изучу вопрос календарей. Попробую. Да, слава Всевышнему. Интересно было послушать. Спасибо, Христос. Если вопросов нет, я ухожу.